книга открытым оком 11 том вопрос 2411 взаимоотношения почему с отцом кириллом сахаровым у вас нет более тесных отношений отвечает игнатий тихонович лапкин у нас хорошие отношения он был у нас потеряевки и жил в лагере а я был в его общине но у нас есть различия он за длинные богослужения до пяти шести часов я же за богослужение не превышающие полтора часа я за богослужение на русском языке а он за богослужение по старопечатным иосифовским книгам и чтобы и иконы и устав был как у старообрядцев для нас же это просто мертвый анахронизм и он нам совершенно не нужен моего за тысячу верст к себе не допустим но сам по себе своей открытостью отец кирилл мне близок хотя все равно в нем чувствую что-то не наше постоянное его себе на уме вроде бы как испытывает а сам думает иначе притчи 23 7 потому что каковы мысли в душе его таков и он ешь и пей говорит он тебе а сердце его не с тобою как бы и не с тобой думаю что это от монашеского духа от происхождения и от неевангельского вхождения в церковь не было обращение по образцу саввла павла вот что он писал после пребывания в лагере стане у нас одно из самых моих сильных впечатлений в жизни жизнь потеряевки и общение с игнатием исключительно одаренная богатая духовно личность постоянно открываются новые и новые грани ежедневно общаешься с 5 утра до 9 вечера и каждый день неповторим десятки новых примеров никаких повторов никакой скучноты новые краски и грани обращаясь к прихожанам храма я сказал все что я говорю вам как видите довольно остро но я просто хочу воспроизвести вам образ человека который влияет на миллионы людей известен масштабе россии тысячи кассет публикаций кинофильмы про него показывают это явление нельзя игнорировать можно принимать далеко не все я с ним спорил по многим вопросам но это целое явление поэтому важно иметь представление о нем и провести правильный анализ того что он говорит отсеять рациональное зерно от того что для нас неприемлемо отец кирилл или его обслуга присылает его ежемесячные листки берсеневские и никогда ни на одно из моих писем не отвечает в лагере у нас были его прихожане с детьми общее впечатление о них мертвые мертвее старообрядцев быть может вождю фюрера не будет вождя фюрера не будет и они улетучатся как пепел из кумир не виловой не библия не беседы по слову божию их не интересуют заторможенность прикипела к их мозгам дикая обряда вере и бездушный и глупейший снобизм я не восемь тридцать один он сказал как могу разуметь если кто не наставит меня и попросил филиппа взойти и сесть с ним иоанна 37 не удивляйся тому что я сказал тебе должно вам родиться свыше наконец треноже нам не ездят это ясно даже малышу старовером простоишь на месте выбирая из ушей лапшу оцени свободу если мода кандалами хвастает прилюдно как вам петь когда жандарма морда перед вами желтизной иуды их соборных правил не плетите сеть ногам идущим с благовестием пусть не млечный из иссохших титик зря смоковница и занимает место дух свободы чем подобие богу даст такой же рост и приращение все пойдет в усладу на подмогу даже оглашенным в день сочельник дайте же ребенку развернуться головой разверзнуть ложесна кесарь не руби качан капусты пусть в душе цветет поет поет весна не трясите глупо бородами вы апологета не свободы за броду платили по две дани выкупили явно не холопы что ж вы злитесь будто десять тысяч люто полюбивший притеснение кормитесь отравленной и пищей полагая все спасение в пенье библии страшитесь по привычке перевод мол древние сказили в букву и двуперстно злоба тычет девяносто первым правилам василия вам евангельская вера не нужна перепьетесь с горя и с устатку церковь вам побитая жена в одеяние новом вся в заплатках 16 ноября 2004 года игнати лапкин я не знаю я не знаю Продолжение следует...